Золотая осень Более 270 тысяч доз вакцин, в том числе и для детей, и для взрослых. В принципе, все лечебные учреждения нашей области, которые участвуют в вакцинации и должны ее проводить, на сегодня обеспечены вакциной гриппа. Но мы ожидаем еще второго транша. Если взрослые сами решают, сделать прививку или нет, то здоровье детишек зависит только от поведения родителей. Во врачебной практике встречаются и ярые противники прививок, и граждане, занимающиеся домашним лечением своих ребят. Порой такая радикальная родительская позиция только усложняет лечение. У нас есть религиозные диаспоры, которые много отказываются. Есть население, которое приезжающее, которое, к сожалению, не прислушивается к советам докторов, медицинских работников. С ними очень сложно работать. Мы стараемся, но есть такие, которые полностью отказываются. Как правило, грипп у малышей протекает либо в острой форме, либо проявляется расстройством кишечника или тошнотой с небольшой температурой. Молодая мама Екатерина Белозерова решила не рисковать и привела свою трехлетнюю дочку и годовалого сына в прививочный кабинет. Мы, к сожалению, очень часто болеем. И чтобы защитить своих детей от такого тяжелого заболевания, по рекомендации своего врача Данины, Валерия Ивановна, делаем прививку от гриппа для защиты своих детей. Детская вакцина поступила во все бюджетные лечебные учреждения. По заверениям врачей, российские фармацевты создали безвредный препарат для малышей и школьников. Что касается вакцин для взрослых, они тоже в наличии. Ульяновцы могут обратиться к своему терапевту по месту жительства. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова